Кстати, а почему ты так дерзко нагрубил Варламову в Твиттере? Неужели ты решил, что он действительно хочет встретиться с тобой в Питере, чтобы набить ебала? Бля, у меня вот ту же хуйню про Косякова спрашивали, просто вы не понимаете, что иногда лучший способ ответить человеку на его подъеб, это вот прям не понять его подъеб. Я уж не говорю про медмодерновый фронт, но это не самое удачное решение, да, я бы мог продумать и как-то получше, но в этом иногда и есть весь смысл. Поучитесь там у Мэдисона или Гнойного, что на какую-то хуйню можно ответить серьезно и с тупым лицом, просто чтобы из этого выжить более тупую хуйню. Это как типа техника избегания вопросов, когда тебе впадло что-то придумывать. Типа, не знаю, но я же на самом деле не собирался, блядь, ехать к Варламу за 450 тысяч. Может и бесплатно бы съездил, если бы что-то интересное. А куда он тебя звал? Ебало мне бить. А, ну это после моего поста про то, что я посмотрел его ролики впервые и охуел с того, что, ну, он вообще одно и то же говорит. Типа, у меня подбор. И за это он тебе хочет бить ебало, что ты ему сказал, что он говорит о том. Нет, я просто написал, что очень странный человек вроде урбанистом. Так, а как тебе мои тревел-блоги, а? Говно собачий. Говно собачий, все, я еду в Питер бить тебе ебало, короче, все. Ну, короче, идея в том, что если бы он хотя бы пытался понять, что, там, не знаю, города вокруг колодца образуются, он просто ездит и вот одно и то же каждый выпуск. Тут быдло на дорогах. Тут на велике. Ну, потому что очень многие города сталкиваются с одним и тем же комплексом проблем. Да, ну, это не урбанизм говорить, что быдло какое-то. Вот мусор, блядь. Ну, ты понимаешь, что любой хуй из горы, блядь, может назвать себя урбанистом. А где вывозят, кроме Москвы? Нигде, блядь, и не вывозят. Вот из Москвы вывозят, везде он лежит, блядь. И везде он ест. Что это за обзор города, блядь? Поездил по чите, поснимал свалки, блядь. Где комплексный анализ проблемы? Где... Как решить? Все просто... Я так могу на любой... Свинья везде грязная идет. Ты такие претензии к нему предъявляешь, как будто у него действительно есть, блядь, образование, и там в корочке написано урбанист. По-любому он эту хуйню просто выдумал. Люди его слушают, тут его считают специалистом, обращаются к ему за комментарии. Люди его смотрят, потому что у него интересные тревел-блоги из разных уголков земного шара. Он, блядь, в Сомали два раза летал. Так он одно и то же показывает. Че в этом урбанист? Какая разница? Большинство людей в России нету загранпаспортов. Они никогда в жизни, блядь, не увидят этих стран. Единственная возможность для них увидеть эти страны, это, блядь, вот раньше, в советское время, посмотреть международное обозрение с Сенкевичем, а сейчас посмотреть блог Варламова. Все, у них нет других вариантов, блядь. Ты показываешь одно и то же в своих блогах в разных странах, типа, блядь. Варламов показывает одно и то же в одной стране. Все эти помойки, все эти пробки. Мне заказывали это на стримах, мы смотрели его. Это разные страны, у него там то Африка, то, блядь, Европа, то еще какая-нибудь хуйня. Он по всему миру летает, че ты пиздишь? Ну, и говорит одно и то же. Да, и говорит одно и то же. Но у него маленький словарный запас. Он такой, нет мусора, как хорошо. Приезжать, где есть мусор, есть мусор. Есть мусор, очень плохо, да. Есть велодорожки, хорошо. Подожди, а что ты вообще хочешь от него? Есть хотя бы какое-то высшее образование, я не знаю. Понятия, блядь, не имею. Ну, хотя бы, ну, понимание, блядь, что как города образуются? Блядь, постоянно, как можно сравнивать какую-то хуйню, типа, вот, а вот в Калифорнии там или это? Блядь, ну а будь у нас в Калифорнии, у нас бы, наверное, было тепло, блядь, там. И вообще... Не-не-не, подожди, в Канаде не тепло, но там же тоже классно. Ну, а в Канаде трава легально, мало ли че. А, то есть они курят траву, и поэтому у них хорошие города. Если бы у бабушки был бы хуй, то бабушка была бы дедушкой, блядь. Вот я о чем, что это за такая хуйня, что... Короче, Варламов, Варламов, я обращаюсь к тебе. Ха-ха-ха, ты пизди его. Перенеси Калифорнию в Мурманск, а Мурманск в Калифорнию, так из Калифорнии один Мурманск и останется через пару лет. А вот Мурманск сразу же светет до Калифорнии, перенесенный, блядь. Это глупость какая-то, велодорожки требовать где-нибудь в Подмосковье. Там люди и так пробкостые, кай нахуй велодорожка, ты долбоёб. Люди на работу едут в Москву, блядь, по пять к чуток, кай где велодорожка, ты еблан. Короче, Варламов от пизди этого, блядь, шепелёвого. Давайте, блядь, три велодорожки, блядь, построим. Люди на работу едут, сука, они стоят в пробке. Какая тебе велодорожка, ты мудак. А в Стамбуле на велодорожках шахты бежали. Он едет как полноценный член движения в пригороде, как будто между машинами. И ему бибикуют, говорят, ты долбоёб. И он такой, вы быдло на дорогах. Ты долбоёб. Тебе правильно говорят, это не быдло, а ты долбоёб, сука. Езжай под... Какие? Тут нет велодорожек, их не будет. Никогда. Ближайшие 150 лет. Какие нахуй ты... Почему? В Москве в парках есть велодорожки. В парках? Вот по парку и катайся, Варламов, блядь. Ну да, так по парку и катайся. Потому что если ты будешь по шоссе кататься, тебя собьют в пизду. Это понятно всё. Серджио прислал нам сообщение. Юра, постоянно, когда ты говоришь вживую свое мнение, я почти всегда согласен с той или иной твоей точкой зрения. Но в твиттере ты пишешь полную херню, особенно про Варламова. И да, это быдланский ответ на твиты. Был приколом, а ты не выкупил. Так, блядь, я то же самое сейчас сказал, по-моему. У тебя рыбовойс. Блядь, чуваки, если вы оцениваете уровень подобного прикола, вы должны были оценить уровень контрприкола, блядь. А что нужно было ответить? Ха-ха, какой ты смешной, Илья, давай снимем коллаб. Как вы это себе представляете? Ну, я бы мог, я признаю, я мог бы отчутиться по совмещению, я подумал, смешно было бы просто, типа, я такой... Всё, Юра спалился, что это не настоящий Юра, а робот, всё это время был. Так ты мне, типа, ебальник хочешь разбить, не прикольно, блядь. Там Кудрявый Варламов, короче, блогер текстовый. Да, да, я знаю, как такой Варламов. Выступил против, короче, как я понял, кейсов CSGO. Ну, мудила, мудила, что я могу сказать. И казино вот этих по Dota 2 предметам. Ну, короче, решил эту контору закрыть. Вот это прямо худший тип блогера, реально, который только есть. Нашел тему для хайпа. Эти казино работают, сколько, 3-4 года, типа, блядь, всё это. И вот, прошло 3-4 года, Варламову не на чем похайпить. И он доебался, он написал всю эту хуйню. Ну, а извините, дорогой мой, а где ты был? Как это вообще работает? Вот, типа, если, вот, например, я делал видос про Pussy Riot. Мне было не безразлично. Я прям так окуел от того, когда им срок давали. Я записал видос тогда не ради хайпа. Ну, сейчас-то я всё ради хайпа делаю. Но тогда искренне, типа, всё это. А вот, ну, как бы это могло случиться через 3 года после Pussy Riot? Вот я сижу, знаешь, такой. Чё бы мне такое? Чё бы мне попарагозить, вот, чтобы это... Поговорю-ка я про Pussy Riot. И вот так же Варламов нашёл какую-то тему такую и начал на ней хайпиться. Детям нельзя играть в казино на выпавшие стволы Valve. Ух ты, Варламов! А чё ещё можно и нельзя детям, расскажи? А порнуху можно смотреть детям? Потому что я смотрел с 12 лет. Прям самую жёсткую где. В жопу, в рот ебут во все это. Это тоже, наверное, вред? Конечно, вредно. А вот детей-то забыл спросить. Их никто не заставляет играть на это. Это просто скины в КС. Просто скины какие-то эти. Приятно молодому человеку ощутить себя взрослым. И ты такой, ну, им запрещено играть, а не дети. А взрослым у нас можно где-то в казино играть? У нас вообще доступно казино? Я не видел ни одного. Ни в Питере, ни в Москве у нас нет казино. И ничего нет. И вот влезает такая-то... Я, говорит, написал уже в Государственную Думу. А я напишу в Государственную Думу, что ты хуйло. Типа, вот это моё обращение. Что ты хуйло и лезешь туда, куда не надо тебе, блядь, лезть. Пожалуйста. Это такая херня, типа, блядь, кейсы ему не понравились. А что ещё тебе не понравилось? Вот ты такой сказал про порнуху, это как, знаешь, всё время пишут в комментариях. Нахуй ты им подсказываешь? Нахуй ты им подсказываешь? Он через месяц напишет на порнуху ещё какую-нибудь заяву. Чувак, по мне так, серия игр Five Nights at Freddy's наносят детям гораздо больше, блядь, психологического, блядь, эмоционального вреда, чем игра, блядь, на эти, блядь, кейсы КС, блядь, или что бы не это. А люди вроде варламбы меня раздражают, потому что они лезут, как моя бабка, блядь, она покойная. Не переживайте. Просто вот сидишь за компом, она что-то увидит, какую-то фразу, просто через спину, через это, и такая сразу, пиздец, всё, пиздец. Внук по пизде пошёл, всё, типа, можно отрекаться от него, всё очевидно. Хочется так и сказать, бабушка, не лезь, сидим в своей жжешке. Блядь, и там разглагольствую, блядь, о том, а вот писать такие заявления, это уже самый настоящий пасквиль, потому что на кейсах в CSGO держатся там юлики всякие, лиски, я, куча народу, прям огромная куча людей, видеоблогеров. И тут какой-то урод решил всем ветку обрубить, на которой все сидят. Я бы его, блядь, прямо отпиздил, нахуй, за эту хуйню. Правильно его зелёнкой, блядь, облили в своё время два раза, блядь, потому что он дерзкий, блядь, и он просто пиздит и пиздит, типа... Ну, так он-то ещё старый хайпажор, поэтому нам ещё у него поучиться надо. Я понимаю, ну, чувак, вот я могу пиздить, например, что, ну, SMC там говно, музыка говно, но я не буду лезть, блядь, вот прям в какую-то такую хуйню, при том, что я экономист, я имею право лезть. Вот я бы мог только так такое, что, блядь, вы все хуеплёты, вы неправильно нефть продаёте, да, или что-то такое. Но я так не делаю, потому что, хотя хайпа из этого много, но я не хочу выставлять себя уебаным тупым. А ему, видимо, похуй, поэтому пускай... Да, конечно, похуй. Ну, в смысле, я это без Рони, реально похуй, я думаю, а... Потому что, опять-таки, когда... Детское, как он их и назвал, детское казино. Вот знаешь, вот, что меня больше всего бесило, как школьника, это когда ко мне такие люди, вот типа Варламова, относятся вот так снисходительно. Типа, что я неполноценный человек. Вот типа, что это не просто казино, казино и так незаконно. Ему ничто не мешало сказать, что это казино, которое для детей. Вот, блядь, если Варламов думает, что дети, которые играют в эти казино, тупее его, блядь, у меня для него сюрприз, нахуй. Они все на одном уровне. От меня они приблизительно на 100 IQ отстают, блядь, нахуй, типа и... Так это при том, что на самом-то деле ведь не подразумевается, что дети в этом казино играют. Почему детское это казино? Это же просто, ну, с этими, как его, казино кейсов CS GO, игровых предметов. Причем здесь дети. Ты с хуя ли взял, что дети играют в это казино? Да, где кто-то, может, статистику давал, что там дети взрослые, блядь. А если у тебя дети играют, так это, блядь... В США, например, возраст геймера средний там от 27, по-моему, или 6 лет, блядь. То есть откуда ты решил, что именно дети? Тебе Valve дал статистику? Габен? Нет, просто это самая настоящая бабка из парадной, блядь, которая, типа, вот увидела что-то и написала на всякий случай заявление. У меня к таким людям только высочайшая степень презрения, блядь. Это стукачи и пожоры, и позор, они ничего не заслуживают, блядь. Любой уважающийся человек хотя бы разобрался в ситуации, что запрещать любителям играть в казино, играть в казино, это как, блядь, алкоголикам запретить пить. Тебе кажется, что ты о них заботишься, но на самом деле ты их злейший враг на свете. Вот прям вот Варламов может думать, что он такой, вот, типа, я на стороне школьников, поверь мне, тебе эти школьники и зарежут, которые закроют этот КСБО. Да, и школьники, которые этим зарабатывали, могли там независимость от мамок, папок получать, они просто убьют тебя. Потому что, блядь, ну, ты чё, охуел делать за меня, как же, так же, как и вот жены, которые, знаешь, там бывают мужи от алкоголя, типа, пытаются избавить. Берут, выкинут бутылку в унитаз, выльют, а потом по ебалу получают. Кто виноват? Жена, конечно. Она, потому что не пытается делать как лучше, она пытается делать как лучше в её тупом представлении. Так и, блядь, Варламов. Он пытается делать как вот лучше в его хайповом, блядь, хайпажёрской этой, блядь, говённой позиции. Так это, я тебе говорю, что, блядь, если ваш ребёнок пришёл в казино, то проблема-то, блядь, не в казино, а в том, что вы отпустили своего ребёнка. Это, блядь, то же самое, у вас там ребёнок курит, и мы, значит, обвиняем какие-то магазины, которые ему продали. Так, блядь, может, ты за своим ребёнком последишь? В натуре это, вот, у неё там была такая хуйня, что дети там могут проигрывать до 10-ти, там, 20-ти тысяч рублей в месяц. Ну, а откуда ты своему ребёнку даёшь 20 тысяч рублей, чтобы он их проебал? Вообще, это, это, ты думаешь, что это вина ребёнка? Откуда у него такие деньги, чтобы их проёбывать на рулетках CSGO, блядь? Это не проблема рулеток, и не проблема интернета, и Роскомнадзора, это проблема тебя. Это твой ребёнок проёбывает 20 кусков, блядь, в месяц, нахуй. Ты такую хуйню сотворил, ты с ней и разбирайся. Ну, блин, мы сейчас это обсуждаем, блядь, хайпажоры, это какая-то херня. Он придумал, может быть, он вообще этого не думает, просто хочет как-нибудь привлечь к себе внимание. Опять его волосатое лицо появилось в средствах массовой информации. Он добился своего чёта.